Я могу посмотреть тебе в глаза и сказать 100%, что я больше русский, чем ты. Джефф, прежде чем говорить, кто больше русский, вначале выучи русский язык. Это как ты китлая, мани-мани! 5 августа состоится, не побоюсь этого слова, настоящий бой легенд смешанных единоборств между Вячеславом Дациком и Джеффом Онсоном по правилам ММА на турнире, организованный каналом РЕН-ТВ. Рыжий Тарзан признался, что для него неприемлемо вызывать уже достаточно возрастного спортсмена на поединок по боксу и решил вступить, так сказать, на его территорию. Хотя, если углубиться, Слава и начинал свой спортивный путь со смешанных единоборств, чаще всего выступая в подпольных боях. Совсем недавно Монсон выразил свою любовь к России на русском языке и обратился к своему будущему сопернику, заявив, что является куда большим русским, чем сам Дацик. Дацик, ты родился в России. Поздравляю. Ты ничего не желал для помощи России. Твой подверг. Россия — это просто слово. Я приехал из Америки, чтобы жить в России, работать в России, уметь всем в России и поддержать Россию. Но, естественно, экс-депутат получил моментальный ответ на свои слова. Сарынь на кичку. Джефф. Прежде чем говорить, кто больше русский, вначале выучи русский язык. А то для русского ты слишком много говоришь по-английски. Но мы тоже умеем. Теперь давайте послушаем мнение и прогнозы на этот бой. Несмотря на тревогу за Монсона, Александр Шлеменко уверен в том, что Дацику будет непросто в этом бою. Мне вообще очень интересно следить за Славой. Я его узнал еще с давних времен, на первом этапе его карьеры в конце 90-х, в начале 2000-х годов. Сейчас мне приятно видеть, что он не остановился в развитии. Очень много времени он потерял. Но, несмотря на эти потери, он отлично тренируется и выступает. Красавец. Мне интересно будет посмотреть на этот бой. Единственное, я переживаю за Джеффа Монсона, но, как показала практика, он оказался готов даже подраться на голых кулаках с Александром Емельяненко. Этот бой он провел очень крепко и достойно, и точно не был грушей. Было видно, что Александру тяжело с ним. Славе тоже будет непросто. Приятно видеть, когда человек, несмотря на возраст, несмотря на критику злых языков, выходит и показывает, что он еще очень многое в этой жизни может. Прокомментировал Шторм. Дмитрий Кудряшов куда больше уверен в победе Дацика. При условии, что Слава не полетит сломя голову на соперника и не станет лезть в партер, где, как известно, Снеговик очень силен. Ну, Дацик набрал сейчас обороты. Дацик часто дерется. Дацик тренируется. А Монсон, хоть и легенда, но, наверное, уже боец из прошлого. Поэтому здесь фаворитом вижу Дацика. Ну, и все-таки, несмотря на то, что Монсон силен в партере, мне кажется, что Дацик просто вот этим своим здоровьем, своим настроем снесет его. Ну, только в этом случае, если Дацик, как на сленге сказать, безбашенно полетит на него и завязнет в нем, упадет в партер, то там Монсон, конечно, сделает свой север-юг и Дацик постучит. А так, в принципе, когда начнет Дацик его бить, не хватит ни здоровья, ни навыков, чтобы этому противостоять. Вагаб Вагабов считает, что Рыжий Тарзан выбрал для себя слабого соперника, и у Монсона нет ни единого шанса. Ну, Монсон, понимаем, уже, грубо говоря, инвалид парень. С ним вообще драться нельзя. Ему тренироваться опасно. А Дацик, это человек, который по ММА отказывался от всех поединков, наверное, все понимаем, для чего он сейчас согласился драться с Монсоном. Бой очевидный, да, я думаю, у Монсона вообще шансов нет. Ну, я поздно знаю, что этот Рыжий не вышел бы драться по ММА, там, где у соперника хоть грамм шансов есть. Я думаю, Монсон просто делает свое дело, да, разговаривает, раскручивает бой, и все. Камил Гаджиев также назвал Дацика фаворитом, но и как шлеменко промоутер уверен, что Монсон не станет легкой прогулкой для Рыжего Рубаки. Дацик против Монсона. Отличная вывеска. Если бы мне сказали про этот бой год назад, возможно, я не стал бы смотреть. Почему? Потому что мне казалось, что и тот, и другой переживают свои не лучшие времена. Но сейчас, очевидно, оба на подъеме. Отличная серия поединков от Дацика. Он побеждает, он побеждает громко. И неплохое возвращение Монсона. Да, оно не ознаменовано победами, но мы видим, что ветеран в хорошей форме. И это значит, что, несмотря на то, что я считаю Дацика фаворитом, легкой прогулки для него не будет. Также в этом же турнире выступит Гаджи Наврузов. В дебюте по ММА противостоять ему будет опытный боец Фернандо Родригес, который ранее нелестно отозвался о российских бойцах. А именно, бразильский спортсмен заявил, что бойцы из России его ничем не удивят. И они несравнимы по духу с бойцами из Бразилии и Польши. Далее последовал жесткий ответ от Гаджи Автомата. Теха хороший, хороший, мощный, огромный, сильный соперник. И будем драться, там выйти, будет 5-го числа, выйти в Технастине. Я все полностью уверен, и мои фанаты во мне уверены. Главное, люди, которые меня окружают в этом, уверены также, что будет очень хороший, зрелищный нокаут. Я его отправлю в нокаут. Это чепуха он, чепуха вообще конкретная. Слушай, тип, который я не знаю, сколько раз он там, его нокаутировали, 7 раз, он уже гоняет, походу. Фигню какую-то несет, тупой, бразильец. Искать докажется, свои слова 5-го числа. Возвращаясь к рыжему Тарзану, хочу напомнить, что перед противостоянием с Монсоном, Дацик проведет бой, заметьте, на голых кулаках против вышеупомянутого Гаджина Врузова. Прямо на конференции Хардкор Боксинг Слава изъявил желание подраться с автоматом, чтобы закрыть свое поражение. Годом ранее спортсмены уже мерялись силами в ринге, но тогда это был обычный спарринг по боксу. Да и Дацик с тех пор колоссально прибавил в бойцовских кондициях. Крайние бои Славы не дадут соврать. И если верить Сульянову, схватка состоится 26 июля. Как вы считаете, сможет ли рыжий Тарзан взять реванш у Гаджи? Как по мне, устраивать такой бой и против такого гиганта, как Наврузов, а тем более в преддверии целых двух громких событий, немного опрометчиво, что ли? Ведь голые кулаки и есть голые кулаки, и сечки с серьезными травмами никто не отменял. И поделитесь мнением, какой ваш прогноз в бою Монсона с Дациком? Лично я искренне переживаю за Джеффа, особенно после того стоячего нокдауна, в котором побывал Бигфут от рук Вячеслава. Пишите ваше мнение в комментариях, не скупитесь на лайки и обязательно подпишитесь на канал, чтобы всегда держать руку на пульсе самых горячих событий в низшей ММА. Пишите ваше мнение в комментариях, не скупитесь на канал,